пробовал я мерить разгонную динамику зимой сырую погоду вот это вот реагенты там политы липкая вот эта штука ну естественно на зимней резине посмотрите что получилось go 11 2 тапка в пол чуть-чуть пришлось вывернуть руль так ребята не мешайте не мешайте не мешайте 11 1 понеслась тяжело с места стартует чувствуется было парочку пробуксовок 11 с половиной еще больше но это так конечно баловство но хотя бы для себя я определил что мой зимой естественно без снега на такой мокрой дороге я так считаю в среднем 11 но именно вот у него в начале начале эти первые метры тяжеловато видимо пережета на коробку чтобы не рвать резко ну я стартовал сейчас вспомнил стартовал с этими с антипробуксовочной системой надо было мне отключить но что-то я не додумался ну и с другой стороны я вот замерил так как она есть без всяких там ухищрений вот просто когда нажал и поехал как как это все настроено вот получилось так 11 там секунду шумоизоляции я никогда не делал замеров красавчика и так вот скорость 80 до 80 дорога загородная поставил я в пике и среднее значение а вот пик сколько водой на 70 видно что это 70 сейчас попробую добавить скорость пока есть возможности поставим сейчас мерю специально где-то здесь как мы ощущаем опять на пике 72-73 125 129-130 быстренько смотрим не дают ли разогнаться ну в общем 75 было максимально 75 это при скорости 130 вагон метро 95 отбойный молоток 95 крик громкий разговор 80 лекция 70 ну в общем 70 это на уровне лекции вот что вы сидите там где-то в аудитории и вам монотонным голосом лектор читает лекцию вот примерно такое ощущение в ситроене c4 седан при движении около там 80 100 км в час в квартире я мерил сижу на диване тишина в комнате включаю 35 показывает вот проблемка в багажнике если вы уже знаете что зимой происходит да вот здесь стекает вода и поскольку вот этот бортик имеет очень маленький наклон вода здесь остается и замерзается то есть и замерзает то есть если открыть багажник он открывается нормально но если дальше его пытаться закрыть он стучит если видно в этот лед и не закрывается поэтому вот здесь отбивается краска со временем и вот здесь отбивается краска поэтому в свое время по гарантии здесь проклеивали скотчем а здесь перекрашивали вот тут вода собирается и вот темнеет краска ну она отмывается а здесь вот типа что-то как ржавчины но это не ржавчина это от того что стоит вода то есть это все стирается ржаветь она не может поэтому вот когда зимой открывается потом чтобы закрыть приходится вот в этом месте лед убирать вот клеили это дилер клеил ну и здесь не оббивается теперь уже года три она у меня приклеена ничего не оползает краска не оббивается и здесь целая пару слов о датчиках сзади парковки на парктронике хотел сказать у некоторых там проблемы возникают я смотрю читаю пишут достаточно часто что там вот какие-то проблемы с датчиками выходят из строя не знаю у меня не было ни разу что-то подобного совершенно мало того когда я был на сервисе когда это услышал что есть проблемы с датчиками я начал интересоваться думаю что у меня там под бампер я там заглядывал и так и сяк в общем не знаю там все это конечно в таком в доступе в обычном может быть вода и все это там попадает влага но у меня не было ни разу такого что-то там отказал или что-то писал по причине выхода из строя пару раз за все время было то что когда снег или лед на датчик сам попадает когда он его закрывает и ты когда запускаешь двигатель утром там допустим днем вечером не важно ночью запускаешь он тебе говорит там что там пишет не помню или tension или там что-то проверьте портроник ну что-то пишет и начинает пищать по-моему сигнал издает все пошел щетку взял сзади счистил все проблем нет где-то в ютубе наткнулся на видео одного парня он рассказывает ну c4 у него правда комплектация какая-то попроще там маленький дисплейчик у него может быть даже не климат а кондиционер но не важно вот он говорит что он там рассказывал про чип тюнинг вот что до вроде бы как до чип тюнинга у него вот была такая проблема что ему приходилось на холостых оборотах машину утром значит минут 15-20 греть прежде чем в салон пойдет тепло в общем очень-очень это плохо и так далее у меня вопрос сразу возникает ну ладно если бы я не ездил я бы промолчал вопрос возникает у меня а зачем греть 15-20 минут если в той же инструкции по эксплуатации сказано завел и поехал ну это сокращенно так давайте почитаем вот томик Маркса под названием руководство по эксплуатации citroen c4 седан да там парень там какой-то мне удивило там он уже назвал его citroen короче 6 читаем страница 20 не нужно прогревать двигатель на месте особенно зимой перед началом поездки в движении автомобиль прогревается быстрее это одно сервисная книжка эксплуатация страница 21 эксплуатация при низких температурах читаю в зависимости от уровня минимальной температуры и качестве топлива двигатель может запускаться не сразу в определенных случаях вам необходимо несколько будет раз включить стартер для запуска двигателя для обеспечения долговечности и нормальной работы механических элементов вашего автомобиля в скобочках двигателя автоматической или механической коробки передач закрывается при низких температурах ниже минус 23 необходимо оставить двигатель работающим на холостом ходу 4 минуты даже если у вас минус 23 ниже всего лишь 4 минуты и надо ехать потому что смазка двигателя деталей и так далее коробки лучше происходит на ходу это не значит что вы завели и тапку в пол и погнали нет совершенно плавная езда без резких ускорений без резких торможений и вот так вот поехали максимум что я делаю это прихожу запускаю пока снег там счистил ну проходит там ну 3 ну 5 минут сел и поехал ну давайте посмотрим вот поставил секундомер смотрим запускаю обороты где-то 1400 посмотрим сколько показывает сколько минусов там на улице но по моему должно быть где-то минус 10 минус 8 8 января минус 8 вот уже обороты сразу 1000 43 45 секунд ну там минус 10 на запуск ну короче пока ничего здесь не дует климат молчит у меня зимой и летом практически одинаково стоит но в отличие от правого пассажира 21 а летом я ставлю 20 как раз получается очень комфортно а так зимой 21 никогда не дергай ну очень там редко если мне надо там резко там что-то обогреть то включая так вот 2121 все здесь пока ничего он не дует смотрим минута там 19 значит 800 где-то 50 уже почти холостые обороты снег и там немножко почистил если там лед есть я включаю соответственно обогрев переднего стекла обогрев заднего прошло две минуты у меня стекло как бы без снегом я могу ехать вот четыре минуты потихоньку пошел ветра дуй вот через там пять минут уже начался конкретный ветра дуй я надеюсь слышно что шумит короче через десять минут стала дуть уже конкретно горячим через там 11 12 минут уже все хочется раздеться еду спокойно плавно там пока около 80 километров ну все конкретно жарко нет смысла ребята греть машину на холостом ходу и не нужно исходя из руководства по эксплуатации это не жигули это не москвич 70-80-х годов греть немножко нужно но с головой всем удачи пока а